МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 ноября следователь Завожского межианного следственного отдела города Твери регионального СК предъявил обвинение 42-летней Марине Жировой. Она обвиняется в истязании тяжело больного человека. По версии следствия, в период с июля 2022 года по февраль 2023 года женщина, находясь в квартире дома города Твери, осуществляя уход за мужчиной, который признан недееспособным, используя его беспомощное состояние, причиняло последнему физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий с особой жестокостью. Жирова работала сиделкой в тверской семье, ухаживала за тяжело больным человеком, который перенес семь инсультов. Вы доверяли в общении? Я очень ей доверяла, я очень ей сопереживала, потому что у нее нет жилья, у нее нет семьи. И я, как старшая по возрасту, за все время у нас сложились с ней дружеские отношения. Мы с ней доброе утро, спокойной ночи, все у нас было нормально. До тех пор, пока Марина не собрала вещи, вызвала такси и скрылась в неизвестном направлении. Я стала ей звонить по телефону, тут же она заблокировала меня и заблокировала мою дочку. Скажите, как ваш совет, вот вы на себе, что называется, испытали, как проверять, чтобы не было подобным? Я не знаю, как проверять. Вы знаете, никто не даст вам такой рекомендации, как проверить адекватность сиделки. Не знаю, честно. Вы через какое-то агентство или познакомствуете? Нет, мы ее... Ну, сложно найти сиделку в городе Твери, тем более с проживанием. Я обращалась в несколько агентств Тверских, мне никто не смог помочь, потому что в основном либо возрастные, которые сами такие уже, либо не хотят с проживанием. И на сайте ВКонтакте, в ВКонтакте есть группа сиделок. Они сами выставляют свое резюме, сами себя рекламируют, показывают, что стаж работы... Меня устроило то, что у нее хороший был стаж работы именно за таким больным. И я поверила, что да, у нее есть опыт, и она будет... Я следила, я очень тщательно следила за ее работой. И она справлялась, меня все это устраивало. Ну, а потом, вот, видимо, в мое отсутствие, я же все-таки и больница, и аптека, и там куда-то по своим делам. Вот в мое отсутствие творились вот эти вот бесчинства. Просто бесчинства. Это просто, знаете, садизм самостоящий. 24 ноября следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной накануне Жировой меры пресечения в виде заключения под стражу. Заявленное следователем ходатайство поддержано в полном объеме. Полагаем, что иметь все основания для избрания в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Антонина Козлова и ее адвокат поддержали ходатайство следствия об аресте Жировой. Есть все основания предполагать, что подозреваемая может скрыться и оказать давление на мою доверительницу. То есть фактически это было совершено преступление не вчера, скажем так. Она не осознала, по-вашему, то, что совершила? Она не пришла в правоохранительные органы с повинной? Нет. Первое, что она сделала, она скрылась. И в течение восьми месяцев она скрывалась. И с явкой с повинной в правоохранительные органы не обратилась. Поэтому нам пришлось восемь месяцев добиваться возбуждения уголовного дела. Решение суда об аресте Жирова выслушала спокойно. Хотя сама и просила суд не изолировать ее от общества. Вы раскаиваетесь тогда, скажите хотя бы. Вы раскаиваетесь, что что сделает? Она сожалеет. Сожалеет? Сожалеет, да. Вчера мне говорила, что она об этом сожалеет. А виновный себя считает? О таких резких движениях в отношении Козлова. Это чем было мотивировано? А вот чем было мотивировано раньше времени, не надо. Это уже будет распространение... А то же медицина будет проверять? Нет, это будет распространение данных следствия. И еще. Жирова круглосуточно жила в доме своего подопечного. Здесь же питалась, получая при этом неплохие деньги. На вопрос следователя, почему не уволилась, если сдали нервы, ответила. А где я еще найду такую работу? Теперь эта работа довела молодую женщину до следственного изолятора. Срок заключения под стражу суд определил до 19 января 2024.